Исклеймер. Все сказанное на ютуб канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До стар! С вами я Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире рейтинг главных событий недели и мы его сегодня проведем с политологом Димашем Альжановым. Поскольку разгар лета и сезона отпусков и крупных политических событий в Казахстане мало, если не сказать вообще нет, мы с Димашем решили обратиться к международной повестке. Сейчас начнем, а пока подпишитесь на телеграм-канал Альжанов и на аккаунты Димаша в фейсбуке и инстаграме. Ссылки я оставлю в описании к этому ролику. Не забывайте подписаться на канал Гиперборей, если еще не успели этого сделать, нажимайте на колокольчик. Будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты и я всегда благодарен вам за поддержку нашего канала. Коп-коп Рахмет, огромное всем спасибо. Вы с Бергемис, мы делаем Гиперборей вместе. Донат послать очень просто. Через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковской карт Халык и Каспий Голд. Их вы видите на экране. Также я оставлю внизу в описании к этому ролику. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе переводов в PayPal. Все ссылки, номера и реквизиты, еще раз повторю, я оставляю внизу под этим роликом. Начинаем. Димаш, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Неделя началась с трагедии. 8 июля в понедельник Россия ударила ракетами по сразу нескольким украинским городам, по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и другим. И самый жестокий удар пришелся на детскую клинику Охмат Дед в столице Украины. Переводится как, расшифровывается, как охрана материнства и детства. И там ракеты поразили в том числе откологическое детское отделение и детей, которых может вообще любой вирус сразить. Лысых вынесли на улицу в масках. Это было душераздирающее зрелище. Димаш, вот я помню начало войны, когда оно для всех явилось шоком и просто мозг отказывался впускать это событие в себя и хотелось спрятаться, думать, что это кошмар, но реальность оказалась сильнее. Но человек не скотина, ко всему привыкает. И за два с половиной года войны она превратилась в статистику жертв. Но политическое и военное руководство Кремля не устает обновлять нам вот эти чувства, не дает им рутинизироваться. И эта трагедия, она стала вровень с преступлением в Буче, Ирпении и другими. Как вы думаете, есть ли какой-то смысл искать логику вот в этом массированном ударе? Я полагаю, из-за того, что эти удары наносились все-таки ракетами, которые считаются высокоточными. Отчего отклонения от цели достаточно минимальны и они программируются заранее. Поэтому вы совершенно верно заметили, это относится к разряду все-таки военных преступлений или близко к ним. То есть попытка ударить по гражданским объектам и нанести максимальный ущерб по гражданским людям. С тем, чтобы создать максимально невыносимые условия или время войны, чтобы через общество давить на политическое руководство Украины. Ну и второй момент, если здесь действительно большой военной, видимо, логики не было изначально, но была логика политическая. Этот удар был в преддверии саммита НАТО. Поэтому своего рода со стороны Кремля Путина это было некое такое военно-политическое заявление, что они могут, что они здесь. И что идея переговоров и сдачи тех областей, которые Путин записал уже в Конституцию как часть России, украинских областей. Я думаю, вот именно в этом ракурсе и было это все сделано. Ну и, конечно, потом мы видели информационное сопровождение, попытки создать видимость того, что это упали украинские ракеты ПВО и так далее. Но в дальнейшем все журналисты или расследователи уже четко указали, что удар наносился именно российскими крылатыми ракетами. Это была крылатая ракета Х-101 с двигателем. Перейдем к саммиту. Чем он запомнился, кроме вот этих двух хедлайнов, когда Байден назвал своего вице-президента Камалу Харрис вице-президентом Трампом, а президента Украины Владимира Зеленского президентом России Владимиром Путином? Было какое-то содержательное наполнение у этого саммита? Я думаю, там важные три составляющие. Если мы в сторону уберем то, что саммит также был использован Байденом и его администрацией, чтобы показать, что он достаточно еще, скажем так, не утерял все свои когнитивные способности и может выражаться. Но и там слова напутал. А так, по саммиту здесь важно отметить, что деньги пообещали. Далее момент все-таки вопроса о членстве Украины. Да, он сейчас не решен, но все-таки он не снял с повестки. И важно то, что украинская сторона все-таки добилась более четких формулировок о том, что членство будет необратимым. Но только процесс будет достаточно сложным и он касается не только того, что часть Украины оккупирована и еще никто не знает, как из этой войны выходить, но и с тем еще связано, как сама Украина будет меняться в ходе всего этого процесса. Ну и другая негативная сторона, при том, что основные страны все обозначили необратимость процесса членства Украины, нет еще четкой определенности. И эта четкая определенность не исходит со стороны Соединенных Штатов. Поэтому большая дипломатическая сторона в размытой формулировке, они также сохраняются. Поэтому здесь этот саммит, хоть и он дает определенную помощь Украине, то не облегчает ее перспективу относительно гарантии безопасности и ее статуса в будущем. Действительно, Штаты 40 миллиардов, я подчеркну эту цифру, пообещали Украине ежегодно. Точнее, альянс. Было произнесено слово irreversible, что означает необратимый. Но ни о каком вступлении Украины в альянс, пока там идет война, речи быть не может. Скажите, вам не напоминает поведение членов стран НАТО в 1938 год, так называемый Мюнхенский сговор, когда агрессора также умиротворяли? Не совсем. Здесь сложно сравнивать все эти сюжеты, хотя все пытаются всячески находить схожие. Я думаю, здесь нет четкого понимания, с одной стороны, со стороны действующей администрации США, все-таки достаточно себя Байден в этом отношении слабо ведет. Но с другой стороны, и ее действительно нельзя отрицать, это то, что немножко экономика стала сложнее. То есть, если идти в полный размен, то это означает не только урон для экономики стран Европы, это означает урон для многих других стран. То есть, будут идти большие необратимые процессы, остановки вот этих цепочек поставки разного семья, продукции. Это будет по-разному влиять на разные рынки. Ну и в итоге неопределенность с нефтью и с другими важными ресурсами. Поэтому, видимо, стратегия именно тянуть вот это противостояние вот в этом как бы коридоре, где она не выходит за рамки полномасштабного противостояния, но и как-то увеличивается цена оккупации этих территорий для России и для Путина. Как далеко они зайдут в этой стратегии, как долго она будет длиться, сейчас пока непонятно. А если мы дождемся, и насколько официальные источники говорят, до конца лета прибудет около 50 истребителей, которые предоставили Украине, это F-16. Если они будут укомплектованы и достаточно эффективно, возможно, будут какие-то изменения, очертания этой войны. Поэтому после достаточно негативного, да, вот уже полгода мы видим, что достаточно большие есть, небольшие, точнее, локальные успехи российской армии. Поэтому давайте посмотрим, как эти вещи будут развиваться. Все-таки, я думаю, не все выходит в публичное пространство, не все те планы, цели, нам о них говорят. Поэтому, думаю, события ближайших лет на фронте, ближайшего времени, точнее, простите, на фронте, они также могут дать определенный толчок и уже, возможно, другой риторики. Так что давайте посмотрим, как это все будет двигаться. Что касается F-16, то по-хорошему они должны были быть поставлены еще два с половиной года назад, когда и Зеленский, и вся Украина просто молили «закройте нам небо». Вот. И мы видим, что за уже прошедшие два с лишним года Россия успела милитаризовать собственную экономику. И, в частности, производство снарядов было увеличено в пять раз, до двух миллионов в год. Тогда как в Украине вся энергетическая инфраструктура фактически выведена из строя. А какая промышленность может быть без энергетики? То есть, Запад с каждым месяцем все четче обозначает свою позицию, то есть, нежелание того, чтобы была одержана либо той, либо другой стороной военная победа. Нет, ну, если бы они хотели, и еще раз говорю, если бы действительно принимали серьезные решения и риски, которые эти решения за собой несут, особенно для западных стран, то, естественно, они бы достаточно затруднили бы жизнь Путина и его войск в Украине. Но вы верно заметили, этого не происходит. Нет, сложно понять. Здесь очень много факторов. Здесь нельзя однозначно сказать, что вот как бы просто поколение политиков не то и не готово принимать эти решения. У каждой страны своя специфика есть. Все-таки это не единый фронт. Да, они единой стороной действуют и в рамках НАТО координируют свои действия. Но вы видите то, что и даже внутри Евросоюза достаточно есть разные политические силы, на которых хорошо играет Путин в том числе. Поэтому есть полное желание все-таки выдавить россиян из Украины. Но нет серьезных решений, которые бы эту линию поддерживали. Поэтому, да, Украина получает недостаточное вооружение для того, чтобы даже удерживать свои позиции. Украина недостаточно получает финансирования в этом смысле. И многие политические группы в Европе, возможно, не всецело не осознают именно, какие последствия может нести для их безопасности, если все-таки Путину удастся договориться провести линию раздела по линии соприкосновения. То есть, захватить те регионы, которые уже сейчас находятся под оккупацией. Ну, кстати говоря, вот эта стратегическая неопределенность со стороны Запада, на мой взгляд, и говорит именно о том, что поколение политиков не то. Оно отличается некой мелкотравчатостью. И ни одного из них сейчас нельзя поставить вровень с такими глыбами недалекого прошлого, как Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер или Гельмут Коль. То есть, люди, которые основывали свою политику на неких ценностях, а не на реалполитик, то есть, не на какой-то сиюминутной конъюнктуре. Тогда мир был двухполярный просто. И не было той глубины соприкосновения экономики. И у них достаточно, как бы, линия противостояния была в этом отношении понятной. То есть, они представляли западное полушарие, они боролись с Советским Союзом. А сейчас это немножко много, как бы, сложнее в комплексе стало. Победа в холодной войне, которая, можно сказать, упала в руки Западу, и этот однополярный мир, воцарившись, он расслабил политиков и привел к иной многополярности. Не будем в эту тему внедряться пока. Перейдем к противостоянию Байдена и Трампа. Вот на пресс-конференции в рамках саммита 11 июля Байден заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить своего соперника на выборах в ноябре этого года. Чуть ранее, 9 июля, его пресс-секретарь Жан-Пьер заявила, что у ее шефа не было и нет болезни Паркинсона, хотя еще раньше газета New York Post наделала много шуму, когда опубликовала статью, где говорилось, что за последние 8 месяцев эксперт по болезни Паркинсона из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида 8 раз посещал Белый дом, на что Белый дом же ответил, что это была регулярная профилактика неврологическая. А еще раньше, как мы помним, были дебаты. Нимаш, я вот вспоминаю в Советском Союзе после очередного провала сборной СССР по футболу, в ходу была такая присказка. У нас 250 миллионов человек живет. Неужели мы не можем найти 11 нормальных мужиков, которые победили бы на чемпионате Европы или мира? Здесь, вот, если применять тот же обывательский подход, вопрос стоит еще более ребром. Неужели среди 350 миллионов американцев не найдется двух нормальных, адекватных мужиков, чтобы не нужно было делать этот выбор между подозрением на Паркинсона или Альцгеймера и вот этого несистемного ипотажника? Вот сейчас даже появилось в английском языке два таких неологизма. Один – no-no voters, то есть люди, которые ни за того, ни за другого собираются голосовать, не собираются. И еще – double-хейтеры. Ну, это, понятно, без перевода. Ну, здесь надо искать причины в том кризисе, который начался намного раньше, нежели эти президентские выборы, которые будут в ноябре. Это достаточно серьезный кризис в республиканской партии, в которой частично узурпировал Трамп. И, как бы, явления трампистов, которые получили достаточно большой поддержкой, пользуются среди этого электората, вернее, внутри партийной структуры, и ему удается эту партию держать под собой. И, соответственно, предыдущие, помните, прения в Конгрессе, да, вопросы голосования, спекуляции, связанные со стеной, с помощью Украины. Все эти моменты очень использовал для своей предвыборной кампании. Второй момент – это также кризис в Демпартии, да, некая такая олигархизация партийных элиты, которая фактически проспала момент, когда у Байдена начались серьезные когнитивные проблемы, да, то есть неспособность достаточно конструктивно и вести дискуссию, произносить предложения сложные, то есть видно, что человек уже старый, что он путается, и даже если у него нет серьезных отклонений, например, Деменции или Паркинсона, то сам возраст, и здесь обоснованно встает вопрос вообще, даже если мы сейчас не только рассматриваем в контексте его кандидатуру как противостояние к кандидатуре Траппа, но может ли он вообще выполнять свои функции, и какой страна окажется, если даже если он перезберется, то есть в силу того, что уже будет недееспособен далее, как процесс будет разворачиваться. Поэтому все эти вещи сегодня стали на повестке в Соединенных Штатах. Вы, наверное, уже слышали в новостях, да, о том, что часть демократического электората и также значимых фигур, которые доноров поддерживают, демократов, есть определенный уже, можно сказать, раскол, появительство детей и лагерь тех, кто требует смены кандидата. Технически это возможно сделать до съезда партии, где будет формально утверждена кандидатура. Второй момент, то, что сам американский электорат, и вот то, что вы называли избирателей, которые не принимают двух кандидатов, да, но вынуждены в этой ситуации определенным образом тактически ориентироваться и смотреть на действия самих кандидатов, их окружения, о том, что они все-таки предложат к ноябрю этого года. Поэтому вот неопределившихся избирателей, да, или те штаты, где эти избиратели присутствуют, а поскольку там все-таки электорат достаточно хорошо просчитан на Соединенных Штатах, да, и примерно перед каждыми выборами политехнологи и команды, они знают, как, примерно в какой пропорции будут голосовать избиратели. Поэтому это сейчас все стоит на повестку. То есть все эти споры сейчас, уже за несколько месяцев до выборов, выходят наружу. Поэтому в этом отношении, конечно, команда демократов, она, вернее, точнее, партия, да, из влиятельной фигуры, они этот момент упустили. И сейчас он будет очень достаточно жестко проходить. Будет давление на Байдена, он уже старается там что-то говорить и более прилежно выступать, но все равно не получается. Вот то, что использовал саммит НАТО в Вашингтоне именно для внутренней предвыборной гонки, это тоже было очевидно. Но даже там напутал. Поэтому все эти моменты важны. Сейчас давление будет на Байдена возрастать. Поэтому уже есть определенный круг кандидатов, которые потенциально могли бы заменить Байдена. Будет ли это сделано, покажет время. И поэтому этим эти выборы становятся более интересными. То есть иногда пытаясь провести параллели с Казахстаном. Помните, мы с вами говорили о геронтократии? То есть там эта геронтократия, она, видите, все-таки всесторонне обсуждается, и общество достаточно колючее к промахам кандидата. И не важно, что стоит на кону, там, Трамп или не Трамп будет президентом, общество очень достаточно жестко бьет по тому, кто не способен вести время президентства. Я напомню, что Назарбаев-то ушел от оперативного управления страной в возрасте неполных 79 лет даже. А здесь Байдену уже 82, два, и он претендует на следующую каденцию. Мне как раз другая аналогия приходит с подним Советским Союзом. Хотел сказать, помните ли вы, да? Тогда, когда стал генсеком Черненко, была такая популярная фраза, не приходя в сознание, приступил к обязанности генерального секретаря. Вот Константин Устинович Черненко. Это было в 84-м году. Но вы знаете, здесь еще добавить, в некоторой степени здесь некоторые, скажем, эксперты, журналисты, ну, достаточно, скажем, резко высказываются о серьезной такой политической коррупции в рядах демократической партии, о том, что, в принципе, такая ситуация была допущена. И круг старых влиятельных демократов, поддерживая друг друга, вот довел до той ситуации, когда Байден и его окружение слишком влиятельны в партии. И даже при наличии очевидных фактов того, что человек не способен быть президентом на следующий срок, он всячески держится. И ему удается сохранять именно это давление. Более того, если вы следите за американским информационным пространством, там вот, ну, достаточно очень некрасиво началась попытка защитить Байдена, предоставляя достаточно недостоверную информацию о том, что у него там житлаги, что он просто устает и так далее. Ну и все, конечно, это не очень хорошо смотрится. Но, с другой стороны, видите, это все публично. И люди могут это видеть, люди могут это обсуждать, анализировать. Ну и, соответственно, будут голосовать в ноябре и определять все-таки, кто же будет президент США. Здесь я должен оговориться, я ни в коем случае не на стороне эйджистов, поскольку сам часто являюсь в комментариях жертвой этого самого эйджизма, да, в силу возраста, тоже не мальчикового. Вот, но, тем не менее, ставки слишком высокие. То есть это самая крупная экономическая держава и бывший мировой жандарм. Димаш, вот вы упомянули об информации, что доноры демократической партии, они заморозили взносы в обмен на ультиматум, что Байден должен отказаться от своей кандидатуры. Я назову сумму, это 90 миллионов долларов. То есть для предвыборной кампании это очень чувствительно. Как вы думаете, а не будет ли вопрос решен вот самым банальным и привычным путем, через деньги? Не совсем так. Деньги, конечно, важны. И то, что дают доноры, и те основные доноры, которые действительно большими суммами поддерживают партию, будут играть определенную роль. Но я здесь думаю, здесь надо чуть шире смотреть. Это не только вопрос доноров, и также вопрос того, как меняется и часть демпартии. То есть там недостаточно того, чтобы просто доноры как-то давили деньгами. Нет, конечно. Там есть еще влиятельные люди, которые понимают, что достаточно многое стоит на кону, и если у них есть шанс сейчас сменить кандидата, то это была бы для них, по их мнению, хорошая возможность минимизировать риски. Вы верно заметили, это ведь речь идет не только о Соединенных Штатах, но и достаточно такое большое, скажем так, большие последствия могут быть того, как именно демократы проиграют, и как они будут выглядеть в ходе этой президентской гонки. Поэтому это не только деньги, поверьте. Хотя работа с донорами очень важна, особенно президентские гонки. 90 миллионов – это не конечная сумма, которая будет собрана, команды демократического кандидата, неважно будет это Байден или кто-то другой, но существенная, конечно. В общем, очередная предварительная кульминация нас ждет в августе, когда состоится съезд демократической партии, но у Трампа же тоже не все так гладко, поскольку он находится под судом, и очередное разбирательство его ждет в сентябре. Какие риски? Он находится под судом, но вы должны понимать, что это не повлияет на то, что будет он находиться в бюллетене. Нет, эти моменты уже решены, он будет в бюллетене. Предыдущие судебные разбирательства и потом решения, связанные с его деятельностью. То есть там, если я не ошибаюсь, Верховный суд подтвердил о том, что действия, которые были совершены в период его президентства, он по ним не подсуден. Поэтому здесь как бы не стоит рассчитывать на то, что Трампа не будет в бюллетене или не сможет баллотироваться. То есть сейчас вопрос стоит о том, кто сможет победить Трампа. Потому что последние опросы показывают, что да, там идет равная поддержка, но все-таки Трамп чуть-чуть впереди. Простой вопрос. Для Казахстана выгоднее, чтобы победил Байден или Трамп? Вы знаете, для нас, мне сейчас сложно сказать, что выгоднее. На нас особо большого внимания не обращают уже много лет. И вы видите, что постепенно это пространство заполняется Россией и Китаем. Если раньше были встречи президентов Казахстана и Соединенных Штатов, и это более как-то даже в информационном пространстве присутствовало, то после выхода из Афганистана все эти вещи немножко начали сворачиваться. Ну и в целом изменилась политика. Если посмотреть, ни при Обаме, ни при Трампе, ни при Байдене, ничего хорошего в плане поддержки свободы и демократии здесь не происходит. Формат C5 плюс 1 так же особо-то и не работает. Единственное, при Трампе, если помните, вопрос притеснения уйгуров был использован в противодействии Китаю. И были определенные высокопоставленные визиты в Казахстан. Но в остальном ничего нет. Напомню, перестаю напоминать диккорпусы здесь, в Казахстане. Помните, недавно приезжала замка у селегитаря, всячески расхваливала реформы Казахстана. Это еще до принятия нового закона о медиа и так далее. Поэтому я ничего путного если честно не жду ни от той, ни от другой администрации. Единственное, сделаю маленькую поправку. Формальная встреча Тукаева и Байдена состоялась, как раз это было в ходе Генеральной Ассамблеи ООН и был саммит США в Центральной Азии. где наш президент садился с американским не один на один, а в компании других президентов, коллег по региону. Да, но еще не забывайте, помните, дело Хантера Байдена. И то, как высокопоставленные люди из Казахстана встречались в период, когда Байден был вице-президентом. Поэтому да, у меня не очень хорошее впечатление о нем, как о политике. Если выборы в США состоятся только в начале ноября этого года, то Великобритания и Франции они уже завершились. Правда, это были парламентские выборы. 4 июля прошел один тур, там в один тур выборы проходят Great Election. И спустя долгие годы победили наконец лейбористы. Причем консерваты проиграли с разгромом, которого они не испытывали, как писали обозреватели, последние 200 лет. Ваш комментарий? Ну что, с одной стороны мы видим, как все-таки стабильная партийная система работает. Несмотря на большой проигрыш, насколько я помню, по-моему, более стали в начале прошлого века схожим проигрыш у консерваторов. Это последствия их необдуманных действий, отсутствие стратегии выхода после Брексита, те экономические сложности, которые наступили в Великобритании и, судя по прогнозам экономистов, страна еще не скоро из них выбирается. Поэтому, с одной стороны, выход из Евросоюза, отсутствие ясной стратегии того, что делать с экономикой страны и как остановить замедление экономического роста, по и где даже временами рецессию в Великобритании, вот они повлияли сильно на то, как люди голосовали. И вы видите, при явке примерно 60%, большинство взяли либерал-демократы немного прибавили в голосах, то есть это тоже из их лучших результатов в истории. Так что посмотрим, как будет действовать дальше это правительство. Несмотря на то, что они взяли 410 мест, основные экономические проблемы никуда не уходят, поэтому общество большие ожидания, и сможет ли новый глава правительства с ними справиться, и партия в целом будет ясна. С другой стороны, чем выбивается Британия в этом контексте, то, что в других странах Европы на континенте правые популисты начинают набирать вход, а в Британии наоборот, то есть прошел крен влевоцентризм. Поэтому в этом отношении она немножко, Британия отделяется от этого общего тренда, который был в ходе выборов этим летом. Ну и с другой стороны, это показывает, как я уже сказал, стабильность партийной системы, что в этой партийной системе не находится место права популистов. И партия Найдова Фараджа, который всячески ратывал за Брексит, и партия реформы Соединенных Королевстов, Reform UK называется, они всего пять мест взяли. Поэтому в этом отношении, видите, Британия показывает стабильность политической системы, но большую неопределенность относительно своего будущего, потому что последствия Брексита еще будут благосказываться, потеря рынков, потеря ведущих роли на финансовых рынках, и уход в части крупных финансовых структур, и инвесторов возможно из Британии в последующие десятилетия. То есть страна действительно находится перед серьезными вызовами, но при этом политически стабильна. Вот так нужно охарактеризовать эти выборы. Интересные выборы состоялись во Франции, причем сначала в июне коалиция Макрона проиграла в Европарламенте национальному объединению Марин Ле Пен и Жордана Бардала. Раньше эта организация называлась Национальный фронт, и Макрон пошел на такой ход конем, то есть он втайне даже от своих соратников объявил досрочные выборы, то есть это был такой выстрел на упреждение, причем повторю довольно рискованный, потому что в первом туре как раз победило национальное объединение Ле Пен и Бардала, а Макрон его коалиция называется Ансамбль, что можно перевести как Безбергем заняла даже третье место, и между ними еще новый народный фронт, это альянс левых сил, и во втором туре все перевернулось с точностью да наоборот, правда, Марин Ле Пен и Бардала помогла, помогла в кавычках, медвежью услугу оказала Россия, потому что МИД российский выказал публичную поддержку Жордану Бардала, и в итоге национальное объединение оказалось на третьем месте, хотя по общему количеству голосов они были впереди. Этот расклад вот в традиционно сильно президентской Пятой Республике, где фигура первого лица считалась, может быть, сильнее парламента, достаточно вспомнить и генерала Деголя и Жоржа Помпиду и Валерий Жаскар Дестена и Митерана. Сейчас все большую роль играет парламент. Объясните нашим зрителям расклад сил сегодняшний. Смотрите, там немножко ожидания после первого тура, или вернее те небольшие цифры, которые были выявлены в ходе первого тура, они создали некоторую искаженную картину, потому что двухтуровая система выборов, это когда в первом туре определяется 50 плюс 1, если никто не направил 50 плюс 1, в одних случаях это с третьим кандидатом, если там свыше 25 голосов процентов в первом туре, они переходят в третий тур. Поэтому двухтуровая система, она отличается тем, что вот эта дистанция между первым и вторым туром, она позволяет переориентировать стратегию свою, создавать определенные коалиции, договариваться по определенным округам для стратегического голосования, чтобы там, если вы против кого-то голосуйте, чтобы это сработало. в этот раз в истории Франции три кандидата прошли в 311 округах. Напомню, в целом в парламенте 577 мест. Поэтому второй тур был очень значимый и во многих этих округах макроновские правоцентристы с левой коалицией договаривались, где они снимают своего слабого кандидата для того, чтобы у избирателей было всего две опции за национальное объединение Лепен и Борделлы или же за одну из партий левую коалицию или президентскую правоцентристскую коалицию. И это тоже сработало. Поэтому в итоге сейчас мы видим то, что Лепен, несмотря на весь ажиотаж после первого тура, набрала третье только место. Левая коалиция первое место заняла и коалиция Макрона второе. Что это означает? Сама политическая система Франции подразумевает, что может быть некое такое сожительство, когда глава государства президент напрямую избирается от одной партии и в ходе следующих парламентских выборов его партия теряет контроль над парламентом или же создаёт коалицию и он сожительствует и существует с другой политической силой. Хаббитейшн. Это добавляет немного неопределённости относительно с одной стороны. Мы видим, что есть важные вопросы относительно формирования правительства, состава правительства, фигур в правительстве и голосования по бюджету. Другой момент есть. Поскольку многие реформы Макрона с треском проходили и помните протесты желтых жилетов, есть определённые сложности того, что Макрон приходил к власти в момент, когда был коллапс двух больших партий. Это социалистов левых и консерваторов. И его партия, точнее, он сам как президент получал голоса многих фрагментированных левых, потому что был всегда более центристских взглядов. Вот это сейчас меняется. Поэтому понимая, что это у него второй срок, он также получил определённый расклад, когда он напрямую и его партия напрямую уже не будут отвечать за действия удачи или неудачи, скорее всего, правительства. Понимаете? Поэтому да, это был рискованный ход с его стороны. Рассчитывал то, что на фоне вот этого всего информационного ужаса, что правые набирают силу на европейских выборах, он сможет убедить и получить большинство, но получилось иначе. В том смысле, что и так ему как бы не сильно это вредит, потому что всё-таки это его последний срок, поэтому в этом отношении теперь у него меньше ответственности, но больше сложности договариваться по определённым ключевым вопросам с парламентом. Вот это и означает. Как это будет сказываться на будущем, сложно сказать. Вообще такой исход мало кем... он был одним из высчитываемых результатов, но в целом многие партии здесь очень к этим выборам в спешке подходили, поскольку решение распустить парламент было сразу после европейских выборов в европейский парламент, и даже во многих округах не все основные партии имели представительных кандидатов, потому что им приходилось набирать в эти 577 округов значимых ведущих, узнаваемых лиц, и не всегда это у всех получалось. Тем не менее, расклад такой, поэтому мы, с одной стороны, видим неопределенность, с другой стороны, мы видим то, что у президента теперь меньше ответственности относительно действий правительства, будут определенные дискуссии, попытки договориться, будет ли это технократическое правительство, где оно будет исключительно заниматься стабильной работой правительства, принятием бюджета и реализацией программ, и без серьезных реформ, потому что все-таки по повестке левые и правоцентристы Макрона сильно отвечаются, и где ему сдастся договориться, а где нет, это еще большой вопрос, поэтому вот это все впереди. Димаш, кстати, мы выходим в эфир 14 июля, это день взятия Бастилии, поэтому поздравим французов с их национальным праздником. Последняя тема, которую мне хотелось бы осветить, это событие в Грузии. 9 июля лидеры стран Евросоюза сообщили о том, что приостанавливают процесс вступления этой Кавказской республики в Евросоюз, о чем сообщил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, я его процитирую, Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад по сравнению с девятью шагами вступления Грузии в Евросоюз. Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. это действительно грустно и душераздирающе. То, что происходило в Грузии накануне для нашего казахстанского глаза довольно было диковинно, чтобы огромные толпы людей выходили на улицы в знак протеста против принятия закона, да любого закона, но этот был закон об иноагентах. На него налагало вето президент страны, но правящее большинство в парламенте это вето преодолело. И этот закон, как говорят, копия российского закона об иноагентах, был все-таки принят, что явилось триггером для такого заявления со стороны Евросоюза. Димаш, расскажите всю эту ситуацию, чтобы нашей аудитории было понятно. Почему такое внимание именно к этому закону об иноагентах со стороны грузин? Не только к этому закону об иноагентах, я думаю, это вкупе многие шаги, которые характеризуют грузинскую мечту и Иванишвили, который фактически неформально управляет этой партией правительством Грузии. Сама изначальная стратегия прихода к власти грузинской мечты смещения Саакашвили была в том, что партия позиционировал себя как проевропейская. И вы знаете, процесс обретения членства кандидата, потом членства в Европейском Союзе, он сопровождается достаточно жесткими условиями, реформами, приведением национального законодательства, соответствующими с базовыми принципами разделения властей и так далее. Несмотря на то, что была использована проевропейская повестка со стороны грузинской мечты, всегда очевидно было то, что по ключевым вопросам она придерживается или старается придерживаться пророссийских взглядов. Поэтому в течение времени это становится более очевидным. С начала войны это уже давление, которое пошло не только в сторону Грузии, но и Казахстана, Кыргызстана. То есть сама идея принятия закона об иноагентах с одной стороны она на руку в Москве, поскольку снижает влияние иностранных фондов и других государств в плане доступа ресурсов для гражданского общества. И с другой стороны это выгодно внутренним властям. Каждый из наших стран, включая Грузию, который с помощью этого закона лишает ресурсов оппонентов и снижает уровень организованности общества. Когда нет организованных структур, когда нет хорошо профессионализированных НПО, которые там ведут дискуссии и так далее, то управлять страной намного легче становится. Поэтому в этом ключе все понимали, что стоит за этим законом. Мало того, что Грузия не выполнила ряд других условий, не до конца была проведена судебная реформа, многие рекомендации Венецианской комиссии и так далее, и так далее. То есть здесь последним витком было принятие этого закона. И с учетом внутренней реакции грузинского общества было очевидно, что теперь для Европейского Союза важно обозначить эту красную линию. и они это сделали в преддверии предстоящих парламентских выборов в Грузии, которые пройдут этой осенью. Поэтому это решение, я так думаю, оно очень как бы ставит некий такой водораздел. Будет ли будущее Грузии проевропейским или нет. И с другой стороны, я думаю, это мощный стимул для грузинского общества, для грузинских политических сил, для оппозиции, для того, чтобы как раз-таки использовать этот момент и мобилизовать общество для того, чтобы подтвердить проевропейский путь развития Грузии. Ну вот фактически хозяин Грузии Безина Иванишвили уже не разорвешь про путинским политиком в чистом виде. Он убудряется как-то держаться между здесь. Хотя, тем не менее, получается, что его партия, то есть, она вот эту мечту грузинскую напредала? Я думаю, это изначально была как бы хорошо сконструированная политическая оболочка грузинской мечты, для того, чтобы с одной стороны залезть, ведь период Саакашвили был связан именно с интеграцией с Западом, вот, и все-таки в Грузии большинство людей, насколько я помню, я там был не раз, они все-таки симпатизировали именно проевропейскому пути, про западному, поэтому с технической стороны, если вы запускайте новый политический проект, и вам надо было потеснить немножко увлекшегося авторитаризмом Саакашвили, то именно этот подход был наиболее выгоден с точки зрения правильно преподнести свой политический проект элитарату. Я не думаю, что там были действительно подлинные устремления по интеграции с Европейским Союзом, ведь все-таки столько лет у власти и реформы, которые бы помогли Грузии быстрее интегрироваться, они не были проводились в том темпе или в том виде, в котором бы это дало больше шансов или быстрее в Грузии интегрироваться. Поэтому да, верно говорить, с одной стороны он пытается использовать эту проевропейскую повестку, но с другой стороны по ключевым вопросам все-таки понимает, что у него есть определенные возможные обязательства перед Россией. Сложно сейчас сказать, но и в Грузии находятся в другой ситуации. То есть эта часть территории оккупирована, танки, вернее войска остановились российские недалеко от горей, это совсем рядом с Табилиси, если кто знает, многие из нас путешествовали, знают Грузию. Поэтому там действительно сложная ситуация, но тем не менее говорить о том, что грузинская мечта все-таки придерживается европейского вектора, я бы не стал. Есть еще и позитивное в том, что президент, которого назначил парламент, в Грузии она все-таки более видную роль играет, смотря на отсутствие прямой выборности, и что это плюс, кстати, Грузия в этом отношении, парламентская республика. Президент церемониальная фигура, но она достаточно демонстрирует свою политическую зрелость, и возможно после этих выборов или в будущем ее политическая фигура будет востребована уже большим кругом людей внутри страны. Посмотрим, это интересный момент, я думаю, выборы в Грузии будут с учетом периода протестов, который, конечно, был сбит летом и участие в грузинской сборной в Евро может возобновиться в преддверии или же после выборов в октябре. Вот Казахстане такого закона нет, несмотря на заблуждение некоторых комментаторов, которые я вижу, но есть такая очень хитрая штука, как реестр иностранного финансирования, который на моей памяти два раза обнародовал комитет по госдоходам Министерства финансов, где был такой довольно рандомный набор физических и юридических лиц, и все это было сделано ради обнародования, как я понимаю, нескольких фамилий, вот, потому что вот этот нарратив про иноагентов, он удивительно лег на благодатную почву в Казахстане, его очень многие подхватили. можно здесь себя чуть-чуть дополнить, чтобы у нас было понимание, когда мы говорим о Грузии и влиянии гражданского общества, которое более-менее независимое получает финансирование извне, то там очень много политических организаций работают, не напрямую, которые политикой занимаются, а которые работают с политическими партиями, проводят тренинги для политических партий, помогают кандидатам выстраивать избирательные кампании, есть институты, которые проводят разные круглые столы, семинары, тренинги, также связанные с политической грамотностью, то есть все эти организации, которые у нас когда-то были в начале 90-х годов, Казахстан уже давно всех выгнал, поэтому когда, вернее, важность принятия этого закона, понимая, что эти организации достаточно имеют большое влияние внутри грузинского общества, организации гражданского общества, то у них потребность, конечно, в этом законе на данный момент выше. У нас же уже всех, кого могли, прибили, всех, кого хотели, выгнали, поэтому большой, острой надобности в принятии этого закона нет, но я думаю, у нас будет принята немножко другая версия этого закона. Возможно, будет принят закон, который запретит финансирование наблюдателей под соусом невмешательства во внутренние дела, выборы, с тем, чтобы вообще наблюдателей никаких независимых не было. Вот, может быть, в этом сегменте Казахстан еще примет до следующих выборов какой-то закон или поправки. Но у нас вообще реальные такие протесты против аналогичного закона, как вы думаете? У нас некому протестовать, то есть, если и будут протесты, видите, они носят достаточно спонтанный характер, как показывает практика, региональная это в основном Запад, а так, если что-то похожее на январь, когда все выходит из-под контроля, коллапсирует, и здесь люди тысячами выходят на улицы, это вот редкость, только один случай. В Грузии же есть все-таки оппозиционные партии, там есть страна маленькая, компактная, мобилизовать общество намного легче, даже если из других городов присоединяются протесты, дистанция между городами крупными начинает Кутаиси, заканчивая Тблиси, не такая большая, дороги достаточно приличные, чтобы быстро добраться. В Казахстане все это дороже стоит, поэтому источники мобилизации должны быть полноценными организациями. Помните, вот ДВК привозил людей, собирал большие митинги, помните митинги, когда еще Жакьянов, Жакьянов, Аблязов были на свободе, помните встречу в цирке, вот за всеми этими большими политическими событиями, встречами, стоит организация и финансирование в любой стране, поэтому, если у вас все сидят в тюрьме или уже как бы не в стране или на этом свете, то, соответственно, у вас и не будет структуры, которая будет организовывать людей и направлять их в более мирный протест. Сейчас я наблюдаю такой процесс, когда уже выморозили, вытоптали всю политическую оппозицию, идет вымораживание гражданского активизма, но об этом мы поговорим с вами в следующих выпусках. А вы, уважаемые зрители и слушатели, пишите в комментариях, зашла ли вам наша международная панорама, продолжать ли время от времени такой формат, буду благодарен за любые комментарии, корректные. Подписывайтесь на телеграм-канал Альжанов и аккаунты Димаша в фейсбуке и инстаграме, ссылки я оставлю внизу в описании к этому ролику. Не забывайте подписаться на канал Гипербарии, если еще не успели этого сделать, нажимать на колокольчик, будете неизменно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске, ставьте лайки обязательно, YouTube это воспринимает как поддержку канала и показывает его большему числу зрителей и слушателей. Пишите комменты и всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за поддержку нашего канала. Кобку Прохмет, огромное всем спасибо. Мы делаем гиперболей вместе. Поддержать канал можно через QR-код в углу вашего монитора, а также через донат на телефон, на номер телефона и номера банковских карт Халы и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе переводов PayPal. Все ссылки, номера, реквизиты вы найдете внизу в описании к этому ролику. Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау, Болу, он стартер. Болу, он стартер. Болу, он стартер.